Доброе утро, дорогие друзья! И мы с вами продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас уже 102 урок, и мы приближаемся к завершению темы Чува Раскаяния. Тема очень важная, важнейшая тема, как стирать, как именно стереть последствия негативных своих поступков, когда человек нарушает волю Всевышнего. Это называется грех. Так как грешны мы, слово ассоциатив, оно ассоциируется с какой-то непонятной. У каждого свои ассоциации, с чем оно ассоциируется. Еще хоть уж не наступило, Гриша, вечером только. Итак, значит, мы изучаем Чуву, как стереть негативные последствия, которые мы в прошлом наворотили, натворили, как их стереть. И сегодня урок для полного выздоровления. Родился тяночек, маленький ребеночек родился. И он сейчас в реанимации. И мы еще не дали имя, поэтому за него молятся, как кинок. Кинок, это как младенец, сын Яэлистер и новорожденный. И очень просят за него срочно молиться. Значит, вот мы за него молимся, чтобы было ему, значит, полное выздоровление. Ему и мамы. Мама, которая родила, это считается опасно больная. И это очень интересно, что вот это вот время, например, роды для женщины, да, это опасное время. Там человек идет в дорогу, вот в перте вот здесь Мишна, например, Анаур Балайва, тот, кто не спит ночью, и тот, кто идет в путь один. А Мифанели Бори Ваталла, тот, кто сердце свое, ну, как бы, поворачивает к пустоте, Арейза Митхайв Бенавшо, он подставляет под удар свою душу. То есть, есть некие моменты опасности, да, в которые вот над человеком, над каждым из нас висит карма, называем это карма, да, то, что мы создаем своими прошлыми поступками. Карма – это не обязательно плохое, да, карма – это просто карма, вот, над каждым из нас, когда мы приходим в этот мир, душа уже приходит с каким-то запасом. Вот душа, когда входит в этот мир с каким-то прошлым запасом для какого-то исправления, да, души не хотят в этот мир идти, это сложный, знаете как, это такая сложная полоза препятствий для души, и душа, которая находится в духовном мире, чаще всего не хочет сюда спускаться, и ее вот сюда, бах, прессуют, и дальше, дальше она здесь, в этом, и вот сейчас родился Тиночек, да, Тиночек – это младенец, сын Яэль Эстер, и эта душа, она зашла в этот мир, и сейчас идет вот борьба, это очень удивительная вещь, вот сейчас родился Марин Теребенок, тоже у моего сына, и я смотрю на это, тоже были очень тяжелые роды, там были, вот, там, операция, там была у мамы, тесарево сечение, она 20 часов пыталась родить, и в итоге делали тоже операцию, все, и это такое чудо, каждое, ну, то есть, если бы это было 100 лет назад, 200 лет назад, не дай бог, да, все, прощай, мама, прощай, сын, никто бы не выжил, потому что как в таком ситуации можно выжить, нельзя выжить, и вокруг бы еще все бы не выжили, потому что раньше какой-нибудь там микроб любой, да, бах, эпидемия, все умерли, то есть мы же вам сейчас в то время, когда Всевышний дал нам такой свет благополучия, да, то есть, что мы видим, население Земли выросло, там, за последние 100 лет, ну, сейчас у меня все заняты приборы, но я думаю, что выросло население Земли раз в 8, наверное, был миллиард 100 лет назад, а сейчас там 8 миллиардов, 8 раз выросло, да, то есть, понимаете, в 100 раз упала детская смертность, в 100 раз, было 49 процентов, детей не доживало до года, сейчас 0,49, значит, и все же мы продолжаем жить в ожидании, кстати, интересно, что сейчас место благодарности, вот это моя сейчас главная работа, то, что я осознал вот в последний год, что мышление человека, программное именно мышление, осталось как 100 лет назад, мы все время ждем подставы, то есть, большинство людей, большинство людей ждут вот этой вот подставы постоянно, и всю жизнь проживают в ожидании неприятностей, ищут их, находят их, расстраиваются из-за мелочей, потому что просто привыкли, теперь, и поэтому самое главное сейчас, всевышний раз нам дал подарок лишних там, ну, если была средняя продолжительность жизни в 50-м году, была меньше 50 лет, 47 лет, а сейчас средняя 80 лет, дал нам в среднем плюс 30 лет жизни, плюс 30 лет жизни дал в среднем, и, причем здоровой жизни, слава богу, мы живем, и очень здоровые такие, слава богу, ну, то есть, посмотри сейчас на людей, 60-70 лет, ну, раньше это было все уже, то есть, уже человек на пенсию вышел, и умер через там год, а сейчас люди все, до 80-90 лет активные, здоровые, слава богу, все, значит, зачем всевышний, он дал нам подарок, значит, мы должны этот подарок ценить, а мы не ценим его, и самое большое наказание тому, кто не ценит, и не умеет благодарить всевышнего, сразу же он получает наказание, ему плохо, то есть, всевышнему даже не надо, наказание это не что-то, что приходит отдельно, наказание это всегда последствия поступка, и вот мы изучаем сейчас, мудрейшую книгу, книга о человеческих достоинствах, или архот с этим путем праведников, и дошли мы до 26 главы, 26 глава, это раскаяние, теперь мы дошли уже до того, что раскаяние противовеса, мы сейчас изучаем, в общем, здесь нам рассказывается, что если человек, значит, согрешил, то противовесом он должен в другую сторону перегнуть, перегнуть лист в другую сторону, и добрыми делами он должен прямо создать в мире вот эту вот энергию, противоположную своему греху, это первое, а второе, то, что мы сейчас дальше, вот как раз с этого места, мы вчера закончили, что в притчах, 16 глава, 6 отрывок написано, милосердием, хэсетвээмэд, значит, не помню, как там на иверите, стирается грех, то есть, милосердием и истинной стирается грех, да, вот как раз, вот это вот милосердие, и истина, это как раз то, что мы кладем на депозит, вот там, дамир селево желает, хорошего депозита, на небе, да, это действительно, большой депозит, вот сейчас, у папы, я знаю, папа вот этого, младенца, чтобы было ему рефор, у него большой небесный депозит, и он может сейчас, его если он совершит его помолиться, и скажет, что вот, там, все заслуги, пусть идут ребеночку, да, то он может совершенно перевернуть какую-то ситуацию в духовных мирах, и, значит, и очень сильно повлиять на, на выздоровление, на исцеление, значит, очень может сильно повлиять, и пусть стараются, продолжает автор книги, исполняет заповеди, как положено, и пусть стараются, чтобы все удостоились духовного блага, и пусть стараются, оказывать безвозмездное добро людям, молиться вдумчиво и сосредоточенно, значит, это как раз человек, который раскаялся, он должен прежде всего встать на правильный путь, и на этом правильном пути, он должен как раз добирать, вот этого вот духовного депозита, так, добирать его, и каждая заповедь, которую человек делает, Она имеет стадии, да, как, например, давайте приведем, вот сейчас очень модно в психологии и в коучинге модное такое выражение, что куда идет фокус внимания, туда идет энергия. Это очень такая вот модная фраза, да. Теперь вот здесь написано так, что когда ты делаешь заповеди как положено, а как положено, есть три варианта выполнения заповедей. Здесь называется бедеевы, считается, что выполнил, дословно переводится, типа, ну, сделал-сделал, вот так можно сказать, да. То есть, можно, например, выполнять так заповеди, сделал-сделал, тоже хорошо. Это, допустим, ты получаешь духовные силы туда, ну, я не знаю, там, 10%. Например, человек дает сдаку, кому-то кто-то попросит, он, на тебе, на тебе, мисад сдака, все, дал денежки, все, до свидания. Значит, он, это 10%. Теперь, что значит с обниманием? Он берет денежку и говорит, вот я сейчас выполняю заповедь сдака. И вспоминает отрывок из притчи царя Сармона, что хеседом, милосердием истиной, значит, искупается грех. О, стирается грех. Отлично. Значит, берет эту монетку, подходит, там, например, к человеку или к коробочке, в которую он ее кладет, чтобы потом передать человеку. И внимательно, осознанно, не занимаясь больше ничем, он кладет туда эту монетку, дает человеку, улыбается, говорит, вместе с монеткой он говорит ему, доброго вам здоровья, чтобы был у вас хороший день, чтобы Всевышний дал вам всего хорошего. Значит, может еще ему там стакан воды купить, да, этому человеку, который просит деньги. Опа, значит, это у него уже не 10%, у него уже 90%. А как получить 100%? Есть в каждой заповеди, это называется лихотхила. Выполнение заповедей лихотхила, как вот, ну, как изначально надо, на 100% ты стараешься выполнить. Ну, понятно, что если ты стараешься на 100%, будет 90%, потому что, ну, все же несовершенные, там, чуть-чуть отвлепся, чуть-чуть, там, почесался, это, отвлепся. Теперь, есть третий вариант выполнения заповеди, он называется лемеадрин, для великолепных, для тех, которые экстремисты такие, знаете, вот здесь люди, экстремисты, перфекционисты. И они, значит, выполняют те же самые заповеди, но они, про эту заповедь еще он до этого изучил, значит, послушал урок какой-то, значит, выучил все законы. Значит, вот, он знает все нюансы, и он выполняет эту заповедь, еще он туда вкладывает какие-то, есть такое понятие, каванод. Каванод – это намерение, намерение сердца, то есть он, там, что-то в этом во время выполнения заповеди, там, что, когда ты даешь знаку, что ют, это, ну, ют – это буква имени Всевышнего, а ют – эй, ваф, кей. И вот твоя рука – это ют, рука того, кто принимает это ваф, эй, это, там, еще что-то, и он вот все это привизуализирует. Потом он, значит, дал эту монетку, ту же самую монетку, то есть внешнее действие может почти не отличаться. Но внутренне вот это ремиадрин, оно имеет бесконечные уровни глубины, которые можно вложить в любую заповедь. И все это как раз то, что называется депозит на небо, то есть каждое вот такое вот движение, оно, оно закладывает в карму человека, закладывает новые, новые элементы, новый программный код такой, да? Ну, старое-то что? Старое-то, он, может, до этого грешил вообще-то, мне вообще неизвестно, что делал. Поэтому дальше пишет автор этой книги. И пусть старается молить Всевышнего о прощении за все свои прегрешения. И пусть лишит себя бездумного веселья и гуляний, пустых разговоров и пустых новостей. Как будто бы сейчас писал про интернет, да? И, значит, а что вместо этого делать? Для этого он должен, значит, подумать. Вот сейчас дальше, сейчас тут интересно будет. Значит, есть химические средства по исправлению кармы, есть двух видов, мы уже изучили. Есть страдания, то есть это, как, знаете, такие жесткие химикаты. Жесткие химикаты, это когда тебе надо оттереть, там, у кого есть духовка, например, и человек ее не мыл, там, не мыл никогда, годы. И вот он внутрь заглядывает, думает, капец, ну, что делать? И он начинает туда химикатами и стирает, и задыхается, и трет, и руки у него болят, и все. Это первый способ свою карму сбить. Тут он пишет, тут, кстати, есть сноска, что в наше время это все делать не надо. Но тут пусть каждый день его бьют плетьми три раза. А он в это время говорит, и он милосердно прощает греха, и не губит, и много раз обзрачал гнев свой, и не пробуждал ярости своей. Псалма, 78-й Псалом, 38-й отрывок, то есть он говорит, я грешил, понятно, и вот теперь я получаю за это страдание. Все понятно, получил, все чистое, счет закрыт. То есть как мы позитивными делами пойдем депозит на небо, так же здесь первое это страдание. Но если второй вариант, мы изучили, это учеба Торы. Вы скажете, неравноценно, неравноценно, тут человека, его бьют плетями, там он постится, тут написано, да, что там, вот тут, кстати, снова скажешь, что в наше время ниже следующее не актуально. Тут дальше идет, там, четыре страницы, за каждое преступление посты, в проруби сидеть. Там такие, за убийство, там страшные вещи, в изгнании уйти на три года, за убийство. Ходить в это, вот как раньше ходили в эти, в мешковина, там, руку к себе приковать, если ты кого-то эту руку убил, там, ну, страшные такие вещи. Но написано, что вот Равьяков и Строль-Канильский стейклер, он пишет, что следующее не актуально, нельзя это в наше время делать. Значит, ну, потому что раньше люди были другие, раньше люди были другие, тут даже есть такая фраза, тот, кто совершил скотоложество, пусть спастится и не моется 40 дней, пусть не смотрит на животных во время спорта. Есть сейчас скотоложество, да, но, как бы, непонятно зачем, но убийца пусть пойдет в изгнание, то есть, тут дальше страшные, страшные страдания. Ну, вы скажете, а разве это соответствует? Второй способ, это учиться. Учить Тору и учить Тору сесть и прямо быть, стать таким, ну, отойти от всего, только учить Тору, читать псалмы и так далее. Если взять ту же метафору с духовкой, которую не чистили годы, да, то здесь учиться, это значит не чистить старую духовку, а купить новую. И купить новую, это затрата, это для человека, например, вы скажете, это не соответствующая затрата, но если мы даже посмотрим на время и на финансы, то человек, который сидит и учит Тору, он же в это время не работает, не учится, ну, не развлекается, не зарабатывает, он в это время полностью посвящает себя связи со Всевышним, да, то есть, это он отдает свою жизнь и время духовности, да, связи со Всевышним. Поэтому это может быть и есть равноценно, да, тут ты говоришь, ладно, помой духовку, включим там Аллегрову и давай духовку мыть. То есть, по большому счету, ты как бы пострадал, но ты одновременно есть потом там спек пирог. А здесь ты, например, вообще даже это не купил новую духовку, учить Тору, да, это ты, в принципе, сказал, а мне уже не нужна духовка, я уже больше не буду ни Аллегрову слушать, ни, значит, пироги печь, я буду служить Всевышним и выполнять заповеди. Поэтому, как средство исправления, стать вот таким вот святым человеком и учить Тору, оно, конечно, имеет как бы логику, да. Дальше, так как Сальпер сказал, что, значит, мы не будем все читать, но тут идет прямо где-то 5-6 страниц про разные преступления, вот прямо про все, практически про все, какое в то время давали искупление, да, искупление страданиями. И здесь, конечно, вот особенно страшное в конце, это про оскорбление имени Всевышнего. Что человек, который оскорбляет имя Всевышнего, то это очень сложные там такие ему искупления. То есть, то человек, который взял на себя, как ответственность, сказать окружающим, что я религиозный, и я, значит, я вот религиозный, представляю религия, да, он в этот момент как бы становится под прожектор. И вот этот прожектор начинает очень на него светить. И люди начинают на него смотреть и говорить ему, ну, посмотрим, как этот религиозный сейчас, посмотрим, как этот религиозный сейчас себя вести будет. И каждое его действие начинает прямо рассматривать под микроскопом. Если он делает какое-то действие, которое действительно запрещенное преступление, то люди говорят, что это, а, вот они эти религиозные. То есть, это как бы он на себя кладет, как преступление оскорбления имени Всевышнего, хотя он, может, об этом не знает. И говорится здесь в тракта Дихагига в Талмуде, 11 лист, часть Бет, тому, кто не заботится о чести своего Творца, лучше бы не родиться на свет. Представляете? Значит, оскорбление имени Всевышнего – это преступление, дающее дружные последствия. Потому что с человеком, который совершает это преступление, мы можем взять пример. Я вспоминаю, почему я засмеялся, я вспоминаю, как я только начал, когда соблюдать, я приехал к одному своему знакомому, я даже рассказывал когда-то эту историю, но еще расскажу. Приехал к одному знакомому, и он начал соблюдать, тоже так сильно, но потом он как-то откатился назад и очень стал слабо соблюдать. И вот мы приехали к нему в гости, значит, а я такой прямо был проповедник, проповедник за Тору, за Всевышнего, все это истина и все, нету, значит, нет вариантов, только соблюдайте, все, Тора, заповеди, все. Он мне говорит, да ладно, что ты мне рассказываешь, вот эти религиозные, видела этих религиозных с песенами, все, ходят по публичным домам. Я говорю, стоп, 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 ты лично видел? А нет, он не сказал, что видел, он сказал, вот религиозные такие сходят по публичным домам. Я говорю, ты лично видел хоть одного? Он такой, а там же жена его сидит. Он говорит, не видел, мне рассказывать. Я говорю, ну так, а чего ты? Говорит, что ты передаешь? Это лошанара, это злоязычие, это клевета. Мало ли тебе рассказали, а ты что, вот если в каждом условии того человека веришь, ты бы, я говорю, если бы он тебе сказал, займи миллион долларов, ты бы ему занял? Он говорит, нет. Я говорю, так, а что ты ему веришь, что он религиозных видел? Он говорит, ну а если видел, ну а если и правда видел, что? Я говорю, тогда это не религиозные, это переодетые. Я говорю, бывают же переодетые, люди переодеваются в другую одежду и ходят ряженые. То есть, это был человек переодетый в религиозного. Если он пошел в публичный дом, что, в принципе, является запрещенным действием, то тогда он, ну, то есть, это очень, говорю, это как бы парадокс. То есть, если он пошел туда, значит, он совершает действие нерелигиозное, значит, он нерелигиозный. Если он одет как религиозный, то он вроде бы одеждой совершает действие религиозное, то значит, он, так, парадокс. То есть, мы по внешнему действию пытаемся судить о религиозности человека. Но здесь, как бы, получается так, что если человек одет в милиционера, то, скорее всего, он милиционер. Если он совершает преступление, говорят, милиционер совершил преступление. Если человек одет как религиозный, совершает преступление, то, говорят, религиозный. Поэтому здесь написано, значит, в трактате написано Кедушин, сороковой лист. Говорил Раби Абау от имени Раби Ханины. Лучше совершить преступление в тайне и не оскорблять имя публично, имя Всевышнего публично, чтобы люди не брали в пример такие поступки. Это трактат Кедушин, сороковой лист. И говорит Раби Илай Старший, если человек видит, что злое начало пересиливает его, пусть пойдет туда, где его не знают, и оденется в черное, и покроется черным, и сделает то, чего ему хочется, но не оскорбляет имя публично. И там разъясняют Рабину Хананель, что ни в коем случае это не значит, что ему позволено совершить преступление. Мудрецы специально сказали, чтобы он куда-то поехал, а походу он передумал. Ну имеется ввиду, что, например, какой-то, помните, я вам рассказывал Хасида, который влюбился в Апицанку, и он понимал, что если он как Хасид к ней подойдет, так он, ну, она не сможет, он не сможет с ней согрешить, да. И он там пошел, побрился, сбрил Пейси, переоделся. Так здесь как раз во времена Талмуда советовали, что если человек хочет, вот он не может ему там сниться, ему, значит, какой-то там женщина ему сниться, да. И он, значит, все, решил, значит, он что, не может удержаться, его злое начало, инстинктивное начало, его победило. Так пусть оденется в черно, уедет куда-то далеко, где его не знают, и там он идет в публичный дом, то есть, чтобы не поняли, что он религиозный. Ну что, ну что, комментарий говорит, это специально ему дали такой совет, чтобы пока он поедет, вот это он едет раньше, знает, как сейчас, сел в машину, да поехал, на Ослике, он едет туда, переоделся, туда он приехал, его там где-то поймали, побили. Он думает, зачем мне все это было надо, он походу передумает и не согрешит, то есть, это был такой, как бы, лайфхак, да. Но сказать ему это лучше намного, то есть, преступления меньше, я помню, когда-то в Ешиву, когда я пришел, там один спрашивал Равина вопрос, он говорит, вот скажите, говорит, вот я учусь в Ешиве, да, вот я сейчас учусь в Ешиве, хожу, там, в белой рубашке, там, ну, как религиозный, да, такой человек, но здесь я пойду в кино, вот захочу обойти в кино на какой-то некошерный фильм, да, в субботу, он говорит, вот мне как лучше, в типе идти или снять типу? Равин говорит, ну, лучше не идти, там, в субботу в кино, он говорит, ну, я чисто теоретически спрашиваю, но если я все-таки пойду, мне в типе идти, или же мне лучше идти без типы? Я не помню, что ответил Равин, это интересный вопрос, я, кстати, задам его потом, у нас есть бот, который собрал мудрость любавического Рэба, мне интересно, какой он даст ответ, я вам напишу, вот сейчас я прям после урока, там, минутное дело, и в АИКРУ, в Телеграме я брошу ответ, что если вот именно этот вопрос я задам, какой ответ даст Рэба, очень интересный вопрос. Но по лодике, если говорить, вот то, что мы сейчас с вами прочитали, что лучше ему снять типу, если он делает преступление, потому что если он делает преступление, одетый как религиозный, то он добавляет к одному преступлению, добавляет еще большее преступление, что он оскорбляет имя Всевышнего, и могут люди за ним повторять потом, ну и так далее. Все, и вот сегодня мы заканчиваем, значит, на вот этом вот, на 275 странице, мы заканчиваем, значит, если человек умышленно совершил преступление, которое карается смертной казнью, в которой есть, как бы, есть соответствие поступок и за него наказание. Если человек умышленно совершил преступление, которое карается смертной казнью, то раскаяние и Йоу-Кипур искупят половину, а страдания искупят другую половину. Но, если из-за этого человека было оскорблено имя Всевышнего, то есть люди с ним взяли плохой пример, стали хуже относиться к Торе, раскаяние не в силах защитить, и Йоу-Кипур не может искупить, и страдания не могут завершить искупление. Все это вместе, оно снимает чуть-чуть с него вот это вот черный, черного эффекта, но все вместе они защищают, а смерть завершает искупление. То есть, если он хочет дальше идти, то как раз смерть искупит полностью, но до этого он должен, до этого он должен собрать вот все остальные, да. Пока на этом остановимся, там дальше же есть еще немного, мы уже скоро эту главу закончим. И как раз наступает сегодня вечером месяц Илуль. Этот месяц, он посвящен раскаянию перед Рожа-Шана. Ровно через месяц наступает Рожа-Шана, день суда, начало года. И сейчас вот прямо постарайтесь этот месяц усилиться, депозит на небе, больше добрых дел, потому что все благополучие в этом мире зависит от того, сколько человек делает добрых дел, сколько он помогает другим. Даль жить другим, Всевышний даль жить тебе. Поэтому мы сейчас должны усилиться в добрых делах, в изучении Торы, в выполнении заповедей. Изучение Торы мы видим, что оно защищает и очень сильно, поэтому сделайте выводы свои, поделитесь этим уроком, помогите в Айкре, чтобы больше распространялись уроки Торы, каким-то образом можете лично помочь, физически, да, там делиться, что-то еще сделать. Все, значит, и через 30 дней с вашей помощью мы все удостоимся хорошего года. Весь месяц уже желают, чтобы удостоился ты хорошего следующего года. Любое пожелание хорошее другим людям, это тоже доброе дело, это тоже очень помогает. И, конечно, молимся за других. Это очень тоже доброе, хорошее дело, поэтому, чтобы был тяночек, да, этот младенец, который сегодня родился, которого зовут младенец, сын Яэлистер, чтобы было ему полное выздоровление, ему, его маме и всем остальным, кто нуждается в выздоровлении, хорошим, добрым людям. Все, удачи, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok